Здравствуйте, уважаемые оргкомитет, жюри и участники фестиваля Golden Temp Talent. Меня зовут Людмила Лизбанова, я участвую в финале фестиваля Golden Temp Talent и хочу представить вашему вниманию свою небольшую работу, которую я назвала «Тепло родного дома». Она родилась в качестве домашнего задания в арт-колледже здесь в США. Когда нужно было написать белый цвет с рефлексами от окружающей среды, я, конечно же, выбрала снег, по которому очень скучаю здесь. Находясь последние годы в Америке, я вспоминаю с особым теплом и сладкой грустью свою страну и мой родной город Санкт-Петербург. Только уехав из России, даже на несколько лет понимаешь ее уникальность и ценность. Больше дорожишь тем, что имеешь на родине и мечтаешь скорее вернуться домой. Определенные места вызывают в воспоминаниях картины детства или юности, связанные с дорогими людьми, которые, может быть, уже и нет в живых, но которые всегда в сердце прикоснутся к ним, можно через картины, которые выражают душевное тепло и благодарность. И вот калифорнийской зимней ночью, когда мне не спалось, а по стеклам хлистал дождь, я вспомнила мои любимые снежные русские зимы, колючие февральские метели и лыжню в лесу, и мои эмоции. Сладко-горькие чувства ностальгии неожиданно отразились на этом небольшом холсте. Как бы я хотела сейчас нырнуть лицом в пушистый свежий сугроб и закрыться в нем с головой, как в детстве. Написанные сначала на закатное небо в ясную морозную погоду и заснеженные деревья, вспыхнули, дорогие моему сердцу, теплые воспоминания. В наше родовое гнездо в Володарке, в пригороде Ленинграда, теперь Санкт-Петербург, большой дом, второй этаж, которого снесла война, и мы приезжали навестить бабушку на выходные. И все летние месяцы моего детства и ранней юности я провела именно там, в шумной разношерстной компании живущих там ребят. Зима в вечерней тишине, хрустит, скрипит под ногами снег, пока идешь с электрички и мечтаешь скорее сесть у печи, которая ждет, не дождется, чтобы согреть нас. Пирогов всегда так много, что требуется отдельный столик, чтобы поместить их с капустой, с вареньем и, конечно же, фирменные ватрушки. Из остатков теста бабушка делала разные закрученные булочки и посыпала их сахаром. Вкус уникального бабушкиного теста и испеченные с любовью пироги я запомнила на всю жизнь. А утром, напившись чаю с бабушкиными пирогами, я беру большую деревянную лопату и, задыхаясь от морозного воздуха, иду расчищать дорожку к дому от занесенного за ночь снега. Как ценишь все эти драгоценные минуты и часы спустя годы? Память сердца, воспоминания тепла, запахов родного дома и благодарность дорогим людям поднимают мой дух, дают новую энергию и живучесть в мои 82+. Большое спасибо вам за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok